Друзья, приветствую! По приглашению ребят из Evolution Blending посетил я питерский этап RDS русской дрифт-серии. Раздобыл там несколько интересных образцов. Ребята, кстати, выступают спонсорами, одними из спонсоров. И хочу предложить вам, надавали мне образцов, и хочу предложить вам сравнение их продукта и одного из топов спортивного мира спорта. Это RedLine 1060. Так, вот смотрите, я сразу одновременно создаю два эталона. Посмотрите, спектрограммы у RedLine примерно в два раза выше. СТРовый пик, то есть СТРов здесь не менее 15%. Значит, вот в Evolution где-то 7,5-8. Сейчас посмотрим, что намерит прибор по противоизносным присадкам все остальное. Так, смотрите, значит, и вот лабораторные анализы. Я, предупреждая всякий хейт, решил поступить таким образом. Значит, по противоизносным присадкам у RedLine 46, у Evolution 71, выше уровень, ниже СТР, но выше по уровню противоизносных присадок. Смотрите, лаборатория что намерила. По RedLine 3,8 кислотное, 9,9 щелочное, 9,88, точнее быть. Вот, значит, по Evolution также 3,8 кислотное и 7,68 щелочное. Но я считаю, что здесь ошибка, конечно, с кислотным. Лаба накосячила. С RedLine тоже чуть меньше. Смотрите, чем объясняю. Значит, кислотное прибор намерил 3,57. Меньше, чем лаба, с учетом того, что СТРы дают завышение. Такой уровень завышения дает. Значит, здесь завышенное, но даже не дотягивает до лабы. Я считаю, что это примерно, вот по моему опыту и по расчетам, я сказал бы, что это 3%. Вот, поэтому так и выставляю 3, не процента, простите, 3 единицы. 3 кислотное и 7,7 щелочное. По RedLine я выставляю 3,8. В принципе, данных нигде нет. И 9,9 щелочное. Так я выставляю. Хотя я думаю, у RedLine тоже оно чуть пониже. Но это нормально. У лаборатории слишком большой там разбег, особенно по кислотному. Это методика ГОСТ. И прямо в ГОСТе прописано, что там до 40% могут скакать туда-сюда. Так, и давайте приступим к проверке отработки. Вот отработка. Значит, это Аркадий Цареградцев, Nissan 370Z. Плохая жопа. Машина называется. Значит, 3,8 мотор, битурбо, 953 силы, 1111 крутящий момент, сумасшедший. 25 литров масла. Картер, представьте. Этот анализ был на гоночном бензине 108. Да. Картер находится в багажнике, потому что система сухой смазки. Вот. И посмотрите, что намерил прибор. 79 по противоизносным присадкам. Так, гликоля нет. Ну, гликоля там и не используют. Антифриз в этих машинах не используют по понятиям безопасности. То есть, там только на воде. Сажи 0,02%. 3,11 кислотная. И 6,8 щелочная. 3,11 как раз лаба намерила. 3,9. То есть, плюс 1,1. И здесь то же самое. И, видите, тоже минимальное расхождение слабое. То есть, видно, как отработало. Все четко. Получается один в один. Следующий анализ. Это был с московского этапа анализ. То, что ребята мне привезли. Кстати, видео всего этого мероприятия, как делали отборы, я прикреплю в описании, кто не видел. Так, следующий. Это автомобиль Никиты Шикова. Toyota Supra GR. Значит, 1015 лошадиных сил. 1100 момента. Объем картера 11 литров. Тут уже картер находится на пассажирском сидении. Вот. И также использовала 108-й бензин гоночный. 97% по противоизносным присадкам. Минимально также гликоля нет. Сажа по нулям. Смотрите, как четко отработало. Три кислотные. Кислотные без изменений. И падение по щелочному 1 десятая. Ну, это просто предел погрешности. Смотрите, воды мало. Как видно, что очень сильно нагревается. Все выпаривается. Ну, вообще вопросов нет. Тут практически новое масло. Ну, и даже вот видео с автодрома, где брали. Там даже вот Андрей из Evolution отмечает, что оно очень светленькое. И, ну, буду проверять вязкость. Увидите на линейке, что оно просто. Здесь минимальнейший износ масла. Ну, может, еще так и пробу взяли. Где-то там в каком-то углу больше свежего завалилось из 11 литров. И еще один образец. Также это Аркадий Цареградцев. Только уже с питерского этапа. Только при использовании спирта. Машина ездила на спирту. Было жарко. И инженер гоночный принял решение использовать спирт. Налили RedLine 1060. И давайте посмотрим, что намерят. Здесь, хочу обратить внимание, здесь, значит, намерил 4 кислотные. Ну, кислотные, понимаете, лаборатории. Это туда-сюда. Реально это вот скачки. Значит, здесь противоизносных присадок 121. Еще больше. 3 десятые гликоля. Ну, это спирт. Это спирт. Я думаю, и противоизноска заскочила из-за спирта. И это сажи 1 сотая. Значит, здесь прибор у меня намерил небольшое повышение кислотного. 3,85 на 0,05. Но это минимальное значение. И посмотрите, 7,5 щелочное. 9 при 9 и 9 начальных. То есть, здесь уже видно приличное падение по щелочному. Ну, здесь мог и, конечно, и спирт повлиять. Но, тем не менее. Смотрите, 1000 ppm воды. Странно. Может, это также из спирта. Не знаю. Сложно сказать. Это очень такое для меня терра инкогнито. Неизвестная земля. Так. Значит, эти образцы мы посмотрели. В принципе, очень все близко. Близко слабый. Значит, сейчас я покажу вам сравнение вязкости. Так. Это у нас вязкость с московского этапа. Аркадий Цареградцев на бензине гоночном. Здесь, видите, потемнее. У Аркадия, я хочу напомнить, 25 литров масла в автомобиле. Так. И здесь, смотрите, очень интересное. Здесь имеется небольшое загущение. Хоть масло и не сработалось вообще. Но, видите, уже загущение. Мне кажется, все-таки это вопрос, конечно, настройки. Может быть, чуть забеднена смесь. И вот, видите, масло так загущается. Сознательно, возможно, пошли на это. Но, тем не менее, вот такая картина. Следующий образец. Опять свежая. Наливаю. Эволюшн. И образец из Тойоты Никиты Шикова. Посмотрите. Обратите внимание на цвет. Тут есть небольшое потемнение. Вот. Но ничего критичного. Вот. Особенно на линейке. Это хорошо видно. Видите, оно тоже очень светлое. Легкое потемнение. Здесь уже есть разжижение. Здесь больше топлива попадает в масло. Но, тем не менее. Все-таки 8 тысяч оборотов. Тут никак не скроешься. Тепловые зазоры. На таких моторах необходимо увеличенными держать. Потому что очень высокая нагрузка. 8 тысяч оборотов. Тысячесильные моторы. Да. Кстати. Вот смотрите. Интересный момент. Я предложил прибору по стандартной схеме определить, что это за жидкость. Redline. Заложил каплю. Он начал. Сравнил со своей базой данных. И посмотрите. 100% из 100 он определил, что это Redline. Видите. Третья строчка. 1060. То есть. Тот эталон, который был создан производителем в Штатах. Несколько лет назад. Со стопроцентной гарантией. Значит. Является этим маслом. Это к точности прибора. Вот такой момент интересный. Так. Это у нас образец Аркадия Цареграцева на спирте. Смотрите. Здесь разжижение еще больше. А масло еще чище. Я бы сказал. Здесь уже такое приличное разжижение. Не забывайте отмечать видео. Подписывайтесь. Кто не подписался. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А сейчас я покажу вам сравнительно. Можно сказать так. На графике. Какое из масел отработало. Здесь, к сожалению, нет ни пробега, ни моточасов. Поэтому. Смотрите. Я оценивал ресурс масла по сокращению вот этой дельты между щелочным и кислотным. То есть лучше всего отработал автомобиль Никиты Шикова в районе 98% остаток по маслу. Ну и здесь интересный момент. Когда я читал и искал информацию по его автомобилю, я прочитал, что настройкой занимался какой-то суперспециалист из Киева. Зайцев, по-моему. Один из лучших в мире настройщиков. Представляете. Вот. Отличная настройка. Прекрасный результат по маслу. Следующий этап. Это у нас Аркадий Цареграцев. С московского этапа тоже на бензине. Здесь уже чуть послабее результат. Ну там и жара была. Говорят, что высокая очень. Здесь у нас сработка 21,5%. Примерно. Ну и Redline. Redline на 40% ушатался в Питере. То есть разница практически двухкратная. Что можно здесь констатировать, что масло от Evolution отработало не хуже, не хуже Redline. Мягко скажем, не хуже. То есть оба образца показали лучшие результаты. Это подтверждено и лабораторией, и вот моими тестами. Да, кстати, все протоколы вот эти я прикреплю в описании. Сможете на Яндекс или на Google Диск, если я решу, зайти и посмотреть их. Там есть номера протоколов, даты, телефоны, в принципе, все подписи, печати. Все можно позвонить и узнать. Да, правда, там девочки немножко перепутали. Написали там на одном образце Redline Racing. Ну это такое. То есть то, что я вам озвучиваю, все правильно. Просто, видимо, тоже не совсем они врубались в эту тему, что есть два ГОСТа для масел, для щелочного ГОСТ для свежего и ГОСТ для отработки. И они как бы отличаются. Да, кстати, я читал на Маслоклубе. Таркон утверждал, что различие между двумя этими ГОСТами полтора единицы. А кто-то из использователей написал, что от 0,8 до полтора. Я согласен с пользователем. Таркон в данном случае, считаю, ошибается. Я уже это много раз проверял. Что да, на самом деле масла нет четкой зависимости. Да, от 0,8 до полтора единиц разницы между ГОСТами для свежего и для отработки. И по мере того, как масло работает, значит, разница между ГОСТами вырастает. Вот такая картина. Ну, делайте вывод сами. Как по мне, так отличный продукт для гоночных автомобилей. Да, я слышал, что и инженер видел видео, что инженер гоночный Аркадия Цариградцева был доволен результатами, что и просадки по давлению не было. Ну, как бы, вот такой получился тест. Благодарю ребят за поддержку, за приглашение на гоночный уикенд. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.